Ласчатemi cantare con la chitarra in mano Ласчатemi cantare, sono un italiano Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу готовить настоящую итальянскую блюдо, лазанья. Два года назад я была в Италии, и там наша родственница нам и угостила, и мне научила, как сами итальянцы, как готовят это. И до тех пор мы у нас в доме часто готовим это. Для этого нам понадобится, вот там два соуса. Соус болонезе, на это идёт мясо, килограмм мяса, вот 300 грамм свинина и 700 грамм говядины. Потом идёт лук, морковка, чеснок, зелень, здесь петрушка и укроп. Вино, белое сухое вино. И помидоры, я помидоры буду соус делать. Это для соуса болонезе. А вот для соуса бешамель мне понадобится молоко, мука и сливочное масло. А вот ещё самое главное я забыла. Для этого надо вот специальные листья макароновые для лазанья. Вот если вы будете покупать, смотрите на коробке, там написано. Есть тесто, которое надо предварительно 1-2 минуты варить, а есть тесто, которое не варится. Вот я купила те, которые не надо варить. Сразу вот так мы их поставим. И нам понадобится сыр, чтобы между рядами этого макарона посыпать. Здесь у меня сыр похож на структуру и вкус моцареллы. И нам надо сыр пармиджану. В этом году мои дочки ехали в Италию, и там наша другая родственница, невестка Оксана из города Лука нам прислал вот такой хороший кусок пармиджана. Спасибо её. И будем сегодня на этом итальянском сыре готовить. Приступим к работе. Вот сначала надо мелко-мелько порезать морковку. А я забила, ещё нам специи надо. Чёрный, красный перец, там соль, мускатный орех. Из специй вот это нам понадобится. Вообще, лазанья они делают с разными начинками. Есть с грибным начинком, есть просто овощной. Но нам нравится вот это, мясной. Мясной вариант, это классический вариант. Уже морковка готова. Теперь буду лук нарезать. Опять мелькими кусками, вот кубиками. Вот, дорогие мои, уже я морковку, лук и зелень. Резала, теперь мне осталось вот чеснок. Мелько порубить. Одну большую или две вот среднюю такую. Дорогие мои, сейчас я буду варить, делать соус болонезия. Сейчас я сюда поставлю немножко сливочное масло. И добавлю оливковое масло. И здесь будем сначала жарить лук. Вот этот чеснок, вот, чеснок потом добавлю. Чеснок потом добавлю. Сначала овощи будем жарить, потом мясо добавим. Вот уже, ну, стало немножко мягким. Добавлю уже морковку. Сварковку. Добавим масло. Вот уже можно добавить и чеснок. Чеснок много жарить не надо. Оно очень быстро повторяет. И добавлю сюда мясо. Надо хорошо перемешать. Вот. Оно очень быстро. Добавляем. мясо жарится постепенно я буду перемешать а здесь я буду сейчас соус сделать это у меня опять из италии специально вот для такого случая здесь мы будем помидоры через вот насадка есть на 2-3 видов насадка внизу видно это мелкая самая и буду вот так крутить и пойдет сразу немножко побольше положить и она все без косточек приходит видите уже вот так выходит мои дорогие зрители ведь и уже сок нету только масло здесь вот сейчас я буду добавить сухое белое вино 100 грамм полстакана и буду варить пока вот там алкогол уйдет алкоголь будет париться добавлю специи уже вот сейчас я добавлю мускатный орех красный перец красный перец черный перец соль потом буду пробовать соли много мало вот добавлю потом а сейчас вот это хватит и добавлю вот помидоры я вижу мало вот такой соус у меня получилось сейчас буду добавить уже лучше с помидорами а если нет можете томатную пасту с водой разбавить и добавить но я летом несколько банок вот такое соус варю и в банках храню на зиму только вот помидоры для разных соусов для макаронов для раза лазаньи итальянцы наверное только это на зиму банках держат много-много соуса они делают томатную это у меня помидор не вареный поэтому так много кладу если вот на зиму уже вот здесь я добавлю там 700 граммов и банка или немножко поменьше подождем пока закипит вот уже закипела я добавлю зелень еще буду перемешать я сейчас газ уменьшу и оставлю на 40 минут вариться вот дорогие мои уже наш соус готов вот такой густоты делаем он она варилась после добавления томата варилась уже 40 минут я сейчас это выключу и буду соус дешамель делать вот для бешамель я брала сотильника с толстым днем здесь я положила около 70 грамма масло сливочное добавлю муку приблизительно 2 столовые ложки опять 70 грамм приблизительно и буду перемешать постепенно добавлю молоко это у меня домашнее молоко мы купили домашнее молоко оно жирное здесь у меня молоко комнатной температуры здесь надо быстро быстро сделать это как заварной крем что на дно не прилипает правда у меня консулят двухслойный там но все равно когда закипит я добавлю специи сюда вот уже хочется кипеть довольно густая стала сейчас я добавлю специи одну маленькую лавру лист здесь мускат не орех немножко и черный перец немножко соли и немножко тертого голландского сыра для вкуса для запаха чтобы соус вкусный минут два-три закипит и этот соус тоже готов будем уже собирать нашу за лазанью вот дорогие мои подписчики мои зрители наконец-то пришла пора собирать нашу лазанью мы уже готовили обе соуса болонезио и бешамель здесь у меня тертый пармезану голландский сыр и это армянский сыр но со структурой похоже на моцареллу и вот наши макарончики сначала немножко вот соуса бешамель будем сюда сниз мазать и на нем будем начинать собирать нашу лазанью вот здесь надо ставить чуть-чуть один на другом я уже как сначала сказала это у меня такие макароны что варить не надо вы обязательно на коробку смотрите надо варить или не варить вот здесь где уже место остается вот это будем ломать и кусочек положить сейчас наливаем соус мясной и вот уравнивать пахнет очень вкусно прямо вот так хочется вот этот соус кушать сверху будем сыром кусочками вот этого сыра потом соус бешамель бешамель просто вот так можно наливать не обязательно с ложкой уравнивать она когда варится везде уже этот соус есть опять наши макароны и варится варится и и варится варится и У соуса довольно структура жидкости. И когда макарон не варёный, это хватит ему. А теперь вот опять пармиджано. Итальянцы всё с этим сыром едят. Всё. На днях я буду снимать видео. Итальянский ризотто я буду снимать. Там тоже много такого сыра идёт. И соус. У меня посуда такая, что внизу узко, как поднимается, здесь уже широкая. Поэтому сейчас я уже буду и здесь добавить вкуса. Опять наш мясной соус. Итальянцы. 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 обожают свои блюда и свою кухню. Итальянцы. 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 Они все гурманы. Любят. И готовить, и кушать. вот уже последний слой у меня в корсуле было я добавила вот этот соус тарелку сыр последний слой уже дешамела очень много не надо потому что сыр тоже мы кладили вот вот И сверху наливаем только бешамель. Вот уже последний соль, сверху наливаем бешамель. Уравниваем хорошенько бешамель здесь много, наливаем чуть, чтобы сухого не было, только сейчас и сыр насыпем, чтобы образовалась корочка хрустящая такая. Вот уже закончили, здесь я буду посыпать оставшимся сыром, пармезану. А сверху немножко голландского сыра. Я сейчас это положу в духовку горячим на 200 градусов. Вот, смотрите, у кого какая, у меня не так сильная духовка. И там оставлю 40 минут вариться. Если увидите, что верх уже очень красный, можете закрывать фолгой, чтобы не подгорело. Вот, мы потом будем перед столом, когда будут снимать, из духовки встретимся. Но я хочу еще и сказать, кто хочет, вот, может готовить, с фолгой заворачивать и оставить в холодильнике день, один день хотя бы. Вот, если завтра у вас гости, можете сегодня готовить, оставить. Вот, гости, когда придут, можете поставить и горячим снимать. Так что не мешает, если фолгой закрыть и один день оставить в холодильнике. Встретимся за столом. Дорогие мои, наконец-то наша лазанья уже готова. Оно запеклось 40 минут на 180 градусов тепла. Вот сейчас я буду резать кусок. Посмотрим, запах пошел весь дом. Так, хорошо, вкусно пахнет. Невозможно держаться. Посмотрим внутри, как. Должен быть. Будет хорошо. Так, снимать штук. У меня вот эта маленькая. Вот слоя. Видно, здесь у меня 4 слоя. Безумно вкусно пахнет. Вот, друзья мои, готовьте, кушайте, угощайте. Что сказать. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Вот эта неделя будет неделя итальянского кухня у меня. А после этого будет новогодние вот блюда, там торты и все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok